Привет, ребятки, с возвращением на канал SkyShips. Сегодня у нас особый выпуск. Выпуск о самолете, превратившем одного из более или менее крупных авиапроизводителей в гиганта индустрии. Одного из самых успешных и популярных современных самолетов. Думаете, это роскошный гигант А380? Нет. О, это новейший А350, крутейший самолет. Крутейший, но нет. Вот он, этот малыш. Да-да, самый маленький лайнер в линейке является основой всего концерна. Почему? Ну, давайте посмотрим. Итак, что мы знаем? Airbus A320. Семейство узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов, созданных европейцами в середине 80-х. Почему семейство? Потому что речь идет не об одном самолете, а о нескольких модификациях. А318, 319, 320, 321 и бизнес-джетах ACJ. Все они выпускаются серийно. Ах да, насчет серийности. В конце 2016 года Airbus поставил заказчику очередной А320. И это был 7 421-й лайнер. Еще раз. 7 421-й. Окунемся в историю. Когда в 1970-х был сформирован Airbus, его создатели занялись широкофюзеляжным лайнером повышенной экономичности. А300 и А310. Спросите, зачем надо было создавать сразу такой большой и сложный самолет? Сделали бы его поменьше, было бы попроще. Не было бы. Дело в том, что поменьше это узкофюзеляжный самолет вместимостью до 200 мест. А это ниша мирового рынка, ну скажем так, бассейн полный кровожадных акул. Поинг 737, DC-9, Ту-154. Они доминировали и делиться не торопились. Европейцам нужен был успех с А300, чтобы набраться смелости в этот бассейн прыгнуть. К тому же время настало. Старые европейские самолеты этого класса давно устарели. В парках авиакомпании было много и американских самолетов, но взглянем правде в глаза. Боинг и Макдоналд Дуглас поделили рынок и не торопились улучшать свои машины. Европейские авиастроители и раньше пытались создать самолет нового поколения, но конкуренция была слишком жесткая, а работы слишком дороги. Но теперь все изменилось. Теперь был Airbus, в котором собрались лучшие. А также была А310, в котором отработали множество очень прогрессивных технологий. Ну все, берись и делай. Вообще проектом занялись еще британцы до того, как вернулись обратно в Airbus. Их проект JET, не слово, а аббревиатура Joint European Transport, предполагал создание трех моделей вместимостью от 130 до 188 мест. То же самое делали в Airbus. У них проект назывался Single ISO, один проход. Имеется в виду проход в салоне самолет. Проект этот предполагал создание, да, трех самолетов той же вместимостью. Модели назывались просто SA-1, SA-2 и SA-3. Когда же британцы вернулись, эти два проекта объединили. В 1981 году было решено сделать базовым SA-2. Средний по размерам, а остальные будут его модификациями. Увеличенный и, соответственно, уменьшенный. Впервые прозвучал индекс А320. Концерн набрал несколько авиакомпаний, чтобы понять, что им конкретно надо. А320 должен был возить около 150 паксов на 3500 км. Диаметр фюзеляжа должен был быть увеличен в сравнении с Boeing 737. Чуть-чуть. У кого больше, тот круче. Мальчики есть мальчики. О разных крутых фичах не забыли. А320 должен был стать первым гражданским самолетом, использующим электродистанционную систему управления. Управление шло через компьютер, а куча механических элементов была уже не нужна. А тут и массы меньше, и действует простой принцип. Чем меньше деталей, тем меньше их будет ломаться. До этого подобные системы появлялись только на некоторых военных самолетах. Они были очень прорывными. Ах да, именно с А320 в самолетах появилась мода на эти геймерские джойстики вместо нормальных пацанских штурвалов. Потом очередь дошла и до двигателей. Вариантов было немного. Решили ставить CFM56. Бежок классический для самолетов такого размера. Был и второй вариант. Недавно появился новый концерн International Air Engines, в который вошли серьезные ребята. Rolls-Royce, Pratt Whitney, японский GAEC, итальянский Fiat и другие. Они создали свой движок V2500. Тоже весьма достойный. А320 в модельном ряду Airbus чем-то напоминает BMW 3 серии у баварцев. Не самый большой, дорогой и крутой, но очень популярный. Его делают в таких количествах, что даже флагманы меркнут. Тут то же самое. Естественно, заводик каждая страна хотела иметь у себя. Одного этого самолета было достаточно, чтобы считать себя авиационной державой. Ругались аж до 1984 года. Лишь в 1987 году первые А320 показали публике. Это была красочная церемония с дымом, алкоголем и знаменитостями. Ну или как-то так. В феврале самолет впервые взлетел, а год спустя был сертифицирован и начал свой великий поход по завоеванию мирного неба. Как разобрались с заводами, спросите вы? Очень просто. А320 выпускается так много, что в Европе его делают сразу и во Франции и в Германии. А еще в США и Китае. Не шутка ли их клепает по 50 штук в месяц? Коротенько о модификациях. Не 320 единым. Итак, А321. Мутанты начались именно с него. Вначале его называли просто удлиненный А320. Собственно, главным его отличием была длина фюзеляжа. Его раскачали почти на 7 метров и впихнули до 220 пассажиров. Пришлось слегка подшаманить с крылом и добавить дверей, чтобы в случае чего пьяные туристы успели убежать. Делать эту версию начали в Гамбурге. А319. Наоборот, слегка подрезанная версия. Именно он когда-то назывался SA1. Фюзеляж укоротили и в него можно вместить максимум 158 человечков. Вообще к нему относились скептически, но успех базовой модели придал уверенности. В свое время этот самолетик побил рекорд дальности. Региональный самолет своим ходом прилетел из Германии в Канаду. 6 645 километров голубого неба. А318. Малыш. Инициировали его на удивление китайцы. Они хотели при помощи европейцев создать региональный самолетик. Но дело не пошло. В работа велась в начале двухтысячных. Любопытно, что в одном конструкторском бюро Airbus одновременно создавал свой самый маленький самолет А318 и свой самый большой самолет А380. Под занавес скажу пару слов о новом поколении. Да, А320 NEO. Нет, NEO не означает, что самолет сделан на базе Киану Ривза и драться он тоже в общем не умеет. NEO означает New Engine Option. Перевод объясняет сам себе. Дело в том, что в последние годы всякие там канадцы, китайцы и русские начали делать свои магистральные самолеты. Ну и чтобы не оказаться на обочине, Airbus пришлось прокачать свой самолет. Ему поставили новые стильные венглеты, улучшили многие системы, в салоне сделали евроремонт. И самое главное, под крылом у него теперь греются движки CFM LIB 1A и Pratt Whitney 1100G. Любопытный факт, эти двигатели в том или ином виде ставятся и на канадские C-series, и на китайские C-919 и на российские MS-21. Глобализация. Такая вот история у этого семейства. В отличие от многих других самолетов, на этом, думаю, многие уже успели полетать. Пишите в комментариях о своих впечатлениях. А на сегодня все. Быстрых вам полетов и мягких посадок. Субтитры создавал DimaTorzok